Сегодня утром у кафе с восточным колоритом в советском районе Самары собрались представители городских властей, силовики и депутат Госдумы России Александр Хинштейн. Повод оказался вовсе не праздничным. Сотрудники подрядной организации пригнали тяжелую технику к заведению и приступили к демонтажу здания. В 2004 году выдавалось постановление на два земельных участка по 80 квадратных метров под временные объекты. Как мы видим, объект является капитальной постройкой. Он вылез за все границы земельного участка. Согласно решению суда, постройку признали незаконной еще в 2018 году, но владельцы всячески препятствовали сносу. Дело в том, что собственники и владельцы этого кафе на протяжении длительного времени не давали возможности его снести, используя самые разные приемы. Вдвойне цинично то, что это кафе находится в непосредственной близости от памятника шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По словам представителей городских властей, здание должны снести за два месяца. Дело в том, что строение является капитальным. Чтобы сравнять кафе с землей и убрать территорию, потребуется приложить немало усилий. Площадь объекта 600 с лишним метров предусматривает полный демонтаж. Демонтаж фундамента с обратной засыпкой и планировкой территории Чернозема. В будущем, когда строители закончат демонтировать пятийное заведение, территорию приведут в порядок и вывезут весь строительный мусор на свалку. Жители советского района смогут решить дальнейшую судьбу этой территории. После сноса в городе будут рассматривать различные варианты благоустройства пустыря возле памятника. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.